Дорогие друзья, отличная новость! Хочу посоветовать вам YouTube канал Безумные Механики. Это наши друзья из Питера, которые тоже увлекаются бездорожьем. А также на их канале вы увидите множество различных ремонтов и подготовку боевых внедорожников. В съемках участвуют много разных автомобилей с различной степенью подготовки. Ссылка на канал Безумные Механики будет под видео. Переходите по ссылке и наслаждайтесь качественными видосами. Закрепил? А с этого, с радиатора, с расширителя, видишь грязь какую кидал он, покажи. Что он как бы, ну давление было, видишь черное все. Вот, короче, газик тут, Колян ремонтирует. Короче, вот такое. Какая обстановочка тут у Коляна. Донбасс сервис. А эта, у тебя она так крепится. Я просто перекладину убрал, чтобы кабина дальше закинулась. И перекладина, она вот так же торчит. Так он сюда может упасть? Нет. Тут пружины, тут две пружины. Одна, они вот так смещённые. То есть одна нажатие, а вот эта уже работает на растяжение. А когда складывается нажатие. Они, видишь, смещённые, так, ну вперёд. Как коляна с ним случилось-то с мотором вообще? Чё-то ехал или чё-то отзывал-то? Уехали-то нормально, просто парил. И масло уходило, да? Масло нет. Там лёд у тебя что ли? Да. Вон, свечи. Ну всё, как бы приехали, а на следующий день начали завладить. У тебя вода в нём что-то не забинает? Вода, ну летом же хуйня была. Только у тебя там блок-то не разморозил? Да нет, наверное. Да она аж слитая. Вода-то слитая, кранов-то нет. Вцелин, может гильзу разморозил, а может чугун разорвать? Да я не знаю, может, конечно. Вода всё может. Рама такая в порядке, да, все? Да они на них не ломаются рамы. А они это, да, крутятся? А не на клёпках. Вот уазика рама, она вареная, она жёсткая. А эти на клёпках, нахуй, это... Может играть. Перекладина стоит вот на этом креплении двигателя. Там бывают заклёпки. Ну лечится болты, просто берёшь кучу, на болты ставишь. Чё, он года какого у тебя? Дёс первым. Раз первого, да? Так он уже в России сделан, да? Да, конечно. Это не советская техника? Ну, завод-то как бы один, где их выпускали. Да, конечно, тут и кабина по сравнению с теми уже другая, да? Металл не тот. Так-то всё, она такая же, просто железо-то другое. Тот лучше, да? Тот, нахуй, не гниёт. Там, походу, какие-то присадки в металл добавляли. Короче, Советский Союз делал домашими. Конечно, у меня был тут, какого? 85-го года, там загибать кабину вообще нигде, даже не гниёт. Ты блокировку с него убрал, да, впереди? Впереди стоит. Впереди стоит, сзади убрал, да? А так на них, на всех есть в штате, да? Да, они на всех, но это просто, как бы, это, на самосвалах не ставят. Потом, вот смотри, ты лебёдку поставил, чё, как она работает? Получается, камину поднимает? Получается, чё, это лебёдка, да? Да, это кран, кран сзади ставится. Лебёдка, лебёдка, скалькетонная здесь стоит? Подъёмный-то. Ну, ты же знаешь, камаковские эти, сколько они? Сколько, на 6 тонн, наверное, да? Вот это 9,5 там, что-то маркировка. А это для чего тогда? Чё-нибудь тянуть? Сзади кран, ставится кран. Ну-ка, давай посмотрим. Да, нафиг-то, не открой. Вот эти проуши, ну, это, стрела ставится. А, ты точно, ты же поднимал, да? Ну, потом я тебе фотку скину. Ставишь, если чё. Слушай, ну, газик, конечно, да, мосты. Вообще, на 41 зуб. Ну, они надёжные, коля, ну, да, вот мосты-то у них вообще. То есть, арочные колёса он тянет вообще на блокировках? Всё зависит, сколько кузовик. Не, если пустой. Пустому похуй. Да? Конечно. То есть, можно покупать газик, да, ставить арочные колёса, да? Да. Если мотора хватит, да? Мотор на пониженный будет пухтеть помаленьку. Угу. Самое заебись для него беттеровский. Беттеровский? Там, наверное, неху придумано, конечно. А вот арочные ставят, понял, такие широкие. Да смысл, они по снегу не идут. Короче, вот такая техника. Вон они беттеровские, вон. На запаске, на запаске. Ага, ну вот точно. Они побольше. Беттеровский самое то, да? Да. А? Ну, если в больше диаметром ставить, он на пониженный сильно быстро едет. Угу. А, ну точно. Понял? Ну, диаметр больше куда нахуй. Конечно, тяжеловато ему. Да, ну, пора что-то. По снегу, допустим, не надо тебе сильной скорости. Первая пониженная. Угу. И газ прям вообще можно убирать. Если вот в этом плане заебись дизель. Он по снегу просто колеса спускаешь. Он пуп-пуп-пуп. Даже газу ему давать не надо. Угу. Какой он сюда ставит? Тракторный, нахуй. МТЗ-80. МТЗ-80? Он правда тяжелее, нахуй. Ну, а смотри. А тут у нас Митсубиси Кантер. А я думаю, сюда, это 40. Надо что-то на отечественное переходить. Нахуй тебе это и на отечественное. Кантер, конечно. Да вон у тебя курзак стоит. Что он у тебя? А тебе нормально же ходит. Япония это рулит. Ну, нормально. Ну, и что, когда ты будешь это разбирать? У нас такое, да, здесь, короче, анонс. Анонс видео. Будет в следующем видео разборка мотора. Почему вот здесь лёп у вас? Будем разбираться, да? Да. Даже прокладки пиздец. Ну, техника надежная. Ты его и топил, да? Вот, вот, все. Блядь, а мотор вообще вот этот не лазил. Я помню, ты его утопил за мостом. Помни? Не ты? Не. Там другой ездил, чтобы водить. Не, ну, это вот твой 56-й такой был. Ну, вот так он утоплен был, нахуй. Ну, покрышки. Там мы, короче, все сливали в воду. Полный двигатель воды, нахуй. И потом ты его просто сделал, разобрал, все собрал. Разлили все, просто залили новое масло и поехали. Ну, он 66-й, да, тема? Ну, а Зил, он, он, как бы, не такой по надежности? Газик лучше? Да, что-то, мне кажется, газик он поет и. Что? Попроще он. Попроще? Конечно. Ты поставил шкив другой? Ну, да, побольше. И он, это... Один ремень, да, получается? Да, от пазика, от пазика мы коливали шкив. Ну, один ремень-то это не надежно. На шкивах-то два стоит. Так вот, если в один порвется, и второй он скидывает, нахуй. Да, 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 у меня был такой колик, да. Короче, два ремня, это бесплатно, скидывает. Один здесь у тебя ремень стоит, а один у тебя с собой, постоянно. Потому что, если фон рвется, как бы, это... Идет, хуяришь домой за ремень, потому что помпу, вода не циркулирует. Да, да. Он только проедешь, он сразу начинает греться. А шкив от чего поставил? Шкив от пазика. Ну, помпу меньше разбивает, нахуй. Тут стоял маленький, он, ебать, поездишь пол-лета, нахуй. Оно крутится, его прям на холостом стоит, короче. Тут масла, ебать, в рот, вентилятор этот с ума сходит, нахуй. Да? Конечно. То есть охлаждение поставил, но охлаждение лучше, да он и так не греется, если бы все нормально. Она даже кушечная стала. Радиатор, как бы, новый, четырехрядный. Ну, поставили радиатор четырехрядный. Медный, да? Да, конечно, поставили новый радиатор. Вот, а такие продаются продажи? С дизельного, да, я новый покупал в магазине, 18 рублей. Нифига себе. Ну, а родной 22. То есть вот этот, короче, дешевле? Вот этот дешевле и он производительнее, да? Больше. Нихуя. Нет? Шишиковский лучше остывает. Это дизельный, с дизельного пазика. Подожди, этот трехрядный? Они как бы не более четырехрядный. А тот? Тот трех. Тот трех. Не, у него просто вот эти продувочные, эти побольше. Ага. И он остывает. Короче, ты его доработал, да, маленький? Ну, короче, вот этот радиатор ставишь и печку, нахуй. Тут печки, газики нет. Нету? А как она просто... Стояла раньше, она нахуй не нужна. Тут от этого радиатора с ума сходишь. Пятки горят, да? Вот четырехрядный, он, блядь, всю кабину окапливает. Нету ни шланг, ни хуй, а там в кабине вообще печки нету. Ага. Не, ну а можно же кинуть, да, печку-то? Только она не нужна, да? На хуя она нужна? Ну, вот такие вот, вот почему у газика переключение сзади, потому что вот все, в коробку напрямую, да? Ну, ну, это надежно, да? Делал привычки, конечно. Ну, конечно, нахуй и кулисы. Лишние зазоры. Вот подкачка. Вот нейтральная. Подкачка чего? Колес. А, колес? Ну, она родная, там где-то стоит. Тут на тяге кран туда поставил, его просто охуеешь крутить, если бы он здесь постоит. Он над коробкой, получается, родной кран. Ну, там сбоку где-то стоит. Слушай, ну, я вот так вот смотрю, ничего, нигде не гнили, вообще ничего нет, да? Ну, я имею в виду парами вообще. Да, а что на губинке-то? Ну, как бы русские машины, ну, уазики-то уезжал. А, уазики там рам-фа-рама-то фантик, нахуй. Что, газелька там, ебать, колоют. С квадратной трубы, нахуй. Сваренная, блядь. Зиловский редуктор, да, это? Здесь вал вот так идёт, нахуй. Крутит вот эту хуйню. А здесь ещё конические шестерни крутит этот вал. Короче, двойная передача, ебать. То есть, вы почему они ходят, да? Тихо, тихо ходят. Ну, а так запчасти колен доступны на него. Пазик. Пазик, да? Пазик. А где тут покупают? В Кузне было, знаешь, сколько пазиков ходит? Ну, ну, ну. Каждый день выезжает 300 машин. Короче, с запчастями проблем нет на них, да? Вот этот мотор 83-го года выпуска. Ну, сколько ему лет? Это дофига. Ну, имеется в виду, как его создали, блядь. А может, раньше его создали, блядь. На БТР их же раньше стояли такие. Но они форсированные. А это сколько лошадей? 130. А на БТР сколько? 150, наверное. Ну, типа он там форсированный, я не знаю, что там, может, головки другие. На легковых машины такие ставят на Волге. На чайки, да? Ну, кстати, 66-й, да? Вот, хотите бездорожье хорошее? Вот 66-й надо брать, да? Да. Потому что цена, как бы, можно реально за 150 купить и уложить в него соточку, и он будет ходить. Баньку можно поставить вот сзади. А карбюратор у него это родной, да? Да. 8 лет я его не снимал даже. Ну, если машина работает, нахуй туда лезть. Ну, да. Единственное, снимали там, это, от заебательского бензина резиночку, резиночка сгнила под иглой. 92-й в него, Леш? Да. А другого нету. Ну, а другого. 50-й-то, а уже все. Все, уже, да. Ну, а раньше был 80-й был, да? Да всякий, Лилин, да. Герметик? Не знаю, нет, я не сходил на герметик. Может, братан уже разбирал по как-то там, может, где... Может, не знаешь просто. А он-то что не делает мотор? Сидит там, да? На диванчике спит? Да нахуй он нужен-то. Толпой хули делать. Тут надо реально одному делать, да? Конечно, по малюске. Я не знаю, может, вообще его снять, блядь. Полностью перебрать, нахуй. Хотя тут снизу все заебись. Давление охуенное. Лампочка даже не промаргивает. То есть, ни герметика нет. Ладно, там прокладка. Сейчас посмотрим, что с прокладками тут произошло. Ну, кстати, прокладка, да? Есть. Но они резиновые. Черные. Так, давай вот здесь. Отверточкой. А я ту сторону. Давай даже со шпилек снимем. Давай. Достанешь, нет? Да. А подожди, может, тебе длину эту хуйню? Не, нормально, я достану. Доставим. А я оттуда сейчас. Приподниму, приподнять. И ты пошли. И ты, Пошкин, наверное, зайдешься снимать прикипели нахуй. Так, где еще одна? Подожди, ты сладуешь чуть-чуть, дай. Так, у тебя что-то подзажало где-то. Да, у тебя сильно высоко поднимает. Ну, сейчас подожди, я тут попробую. Вот. Так, чуть-чуть поднимай. Ага. Да, все нормально тут, да? Ну, вот здесь прокладочка, смотри. Ни хуя, тут что с ней происходит, ебай. Хуей, да? Да. Прикинь, какие завихрения газов идут. Вот этих нестыковок. Наполняемость цилиндров уже меньше, нахуй, да? Да, да. Хотя, чем их наполнять, бля? Ебать, его вообще всю там покоробило. Так они, видишь, уже от старости, вон они, уже, ну. Не, видишь, они как это. Получается. Нагрелись? Плита, чуть ниже садится у меня. Плита, видишь, ниже, на походу садится. На, на. Не по этим, не по прокладке. Плита ниже садится, да? На. Надо эти, бошки немножко стачивать, чтобы они, это, чик. Да. Ну, фрезануть их, да? Ну, да, можно. Там на 0,5 миллиметров, нахуй. Так, что, короче, бошку сейчас давай снимем, да? У тебя она хоть затянута вообще? Ну, блядь. Хорошо, затянута. Нормально, затянута. Короче, походу, головка сгнила, нахуй. Так, вот эту трубочку надо в сторону. Это на это, на тормозу ли-то? Сапун, смотри, какой евро-пять. Да? Да. Уже видишь, с этой, ну, сеткой, блядь. Тряпочка такая, прям, хорошо волосатая. Внутри мотор-то сильно толстый, не такой уж большой. По весу он, я не знаю, сколько весит, блядь. Ну, если на Вологе ставят, так. У него, получается, башка чугунная, да? Кто же тебе сюда чугун был ставить? Что, алюминиевая башка здесь? Да. А что, почему так? Ну, не научились чуть-чугунарить, наверное, блядь. Не заводит. Ну, у тебя же чугунная башка на этом, на крузаке. Ну, его этот же двигатель в Японии делали. У меня на патруле тоже был чугунный. Там он на Мерседесе и блок алюминиевый, и башка алюминиевая. Ну, вот эти моторы, они плохие, они как бы, это... Похоже затянутого голова. Да не, башки протянутые, я просто это... Когда я его купил, я про... Ну, сказали, мотор после капиталки. Я там проехал немножко, снял крышки, протянул головки. Вот 8 лет он двигался. Масло не ел? Ну, масло сейчас не ест. Масло вообще ни капли не ест. Походу, у тебя вон просто прокладку дывануло. А может, головка заняла, блядь. Посмотрим сейчас. И тянул нормально, масло не ел. Немножко дымился, а вон, хули колпачки там, будто одноразовые. Ты посчитал, хоть сколько гаек? Нет. А ты на чем там работаешь в трамвайке-то? На... На всем, на всем. На всем. Там Зил, два Зилабля, два Гайзика, Пайзик, Газель. Ту смену на тракторе вообще ездил, нахуй, на новом. Да? Конечно, хули трактористы забухали. А уголь надо было толкнуть, нахуй. Я слышал, такие удары по стене. Дув, дув, выехать не может, прикинь. Косяк, долбит, ебать. Ковшом. Я говорю, Саня, ты поставь его, нахуй. Чик, заглушили его, понял? Новый трактор, вообще новый, без номеров даже. Ну, этот. Ну, короче, у вас там весело, же? Белорус, ебать. Ну. Друзья, подписываемся на канал, скоро интересные серии с Гайзиком будут. Может, Запорожску перевел? Ну, видел. Вот сейчас тоже с ним будем снимать. Сейчас пока морозы, и заморозы с ним снимаем. Вы все этот Гайзик знаете. И что вы парше сделаете? Ну, может быть, да? Вы этот Гайзик все знаете, он неоднократно участвовал в бездорожье. А, выкопать вот эту хуйню-то, и все. Да. Не, он сейчас раскачается. Раскачается, раскачается. Отойди, отойди. Да, заебись. Разозлился. О, нет. Не будет а то солье ебать. А я бы наебался, ребята. Хе-хе-хе. Продолжение следует... 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 может сюда скоростные поставить и находим на скоростное это для города возить перевозить двигаться дизельные были на них ждать дизеля же ставили же наши шаги родные я видел тракторный от 40 ну и вообще есть идеи как бы завода же шли дизельные тоже заводы я не видел не видел сейчас заводы ставят эти садко ну понял да и тракторный мотором так это он не наш до белорусский ну да у вас то какие дизель оставить знаешь нет вообще даже не знаю с дизелями то вообще беда я вот не пойму почему наши дизель это не умеет делать ребята вы чё там да почему все не имеют им просто не дают их делать да он дороже этот мотор в изготовлении и нахуя делать когда вот такие ходят древние молочу они до сих пор же ходят пазики всего работы ни хуя не изменилось вот сколько лет вообще изменений таких даже набивка блять простая асбестовая асбестовый шнурок наху не сальника нихуя либо вообще ничего не изменилось восемьдесят третьего года мотор значит он неплохой дам автор за конечно тем более смотри как бы 130 лошадей всего таскать такую дуру на бездорожье здесь уже работают коробки трансмиссии на передаточной низко не крутящий момент наверно чуть тоже дает для ключевыми здесь тоже не сильно большой 200 с копеек это тоже немного 50 то есть это все ходит как бы ну хватает так ну мосты считает там нихуя редуктор а тоже большие но ризутора очень большие мосты в рост огромные просто мосты масло сколько колен в мостах дофига пять с половиной в это в двигателе масло сколько двигатель десятка тут видишь на обратку поставил медную трубочку на хушланга она болтается медная трубка на все равно куда-то оплаждение дает конечно тип радиатора блять как она короче это кулибин помаленьку ли да нахуя есть а как ездить ну я так не скажу что для грязи дохуя тут заморочка на этих двигателях есть масло подается в эту коромыслом вот это сливной канал вот здесь есть и там здесь один прям на пленки идет а другой через шпильку хуярит и короче когда это когда он забивается вот этой хуйней грязи всякой тогда тут происходит пиздец начинает хуярить в клапана и бать масло но и давить на не успевает здесь стечку ну через эти но понятно через толкатели друзья тут заматься как бы извините потому что колен по-другому не может шайбу не раздавила нормально нет по ходу колен и некоторые бывают раздавит гайкой фиг снимешь и идем спокойно идут значит шайбочки хорошие до 6 рядом шестерку поинтереснее было ну да какой-нибудь дизелек мтз сейчас и этой шестерки делают короче такой же да такой же двигатель только шестицелинговый но я думаю не то не то пальто да конечно 8 лучше он и греется нахуй нет я имею ввиду мтз где дизельный у нас походу так вот так то где-то один ходит шайбы ты все снял они вот еще одна ну как бы шайбы толстеньких не раздавила что будем пробовать снимать скидывать да ты глушитель то открутился что ходит помаленько сейчас даже не вижу вижу плита лежит наверно придется обе головки снимать смотреть уже состояние ну да сейчас эту с ними посмотрим да если снимем ну здесь вот эти болты на пжд идут заглушки ну да тут если фармейский он как бы это подогревать нагреватель на то есть ты просто болтом за ушел нет они стояли оставили ожидания был он уже не получается армейский этот или нет нет это гибрид ну блин что-то на нишу ольга и декананы колено просто замерзла на там воды и вон лишь лед просто люк держит лед держит на шпильках попали всего за все скрутили башка не шевелится потом сломать ее можно ну да да надо чтоб оттаяла он лед кому где свеча закручивается там лед шпильки по попал как бы лед они держат и пусть стоит топить топить надо печку топить просто так что он не получится она не все равно должна полегче как бы монтажки такие серьезные но должна шевельнуться она же не очень живой короче друзья вот такая серия да у нас посмотрим происходить если вам интересно видяки с таким машинами пишите комментарии там мы закончим эту трансляцию всех с праздником поздравим сегодня рождество так что так что всем пока подписываемся на канал